Здравствуйте! Мы продолжаем проект «Политическая кухня», который вы сейчас смотрите или на сайте «Слухи и факты», или в сетях компании «Интеркомтел». Сегодня я, Алексей Машкевич, редактор журнала «Тысяча экземпляров», сижу на кухне «Нолта» с Александром Кузнецовым, руководителем фонда помощи пострадавшим от реформы ЖКХ «Наш дом Иваново» и свежеиспеченным председателем регионального отделения партии «Родина». Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Алексей! Александр, город совсем недавно узнал вас как политика и, в общем-то, узнал после того, как вас сняли. Раз и сняли с кандидатов до выборов в Ивановскую городскую думу. Ходят слухи, что вы пошли в Гордуму не для того, чтобы отстаивать интересы жителей и спасать их от монстров ЖКХ, а потому что одного из ваших партнеров или человеку, бизнес которого вы каким-то образом защищаете, ему не дали место под стройку в Иванове и вы решили таким образом вот то ли отомстить кому-то, то ли доказать что-то. Ваш комментарий. Комментарий прозвучал в вашем вопросе. Основное ключевое слово – слухи, которые не имеют под собой никакого основания. Да, моего товарища, его зовут Алексей Мамонов, он руководитель общественной организации «Профсоюз граждан России» в городе Иваново. Появилась такая идея, но это было уже гораздо позже. Она связана с тем, что можно решить часть проблем с нехваткой детских садов путем застройки. То есть появился партнер, потенциальный застройщик, который готов отдать определенную часть площадей под социально значимое помещение. И город вам не помог? Я думаю, на данном этапе это не предмет серьезных переговоров. Это все-таки на уровне идеи. Я удивлен, что у вас какая-то информация вообще есть. Она, насколько я знаю, ни с кем не обсуждалась. Серьезно. Вот так бывает. То есть на выборы вы пошли не из-за этого? Нет, на выборы я пошел, вот, показалось бы, такой интересной причине. Занявшись общественной деятельностью, именно на том поприще, где почувствовал себя наиболее нужным, это в проблемах жителей многоквартирных домов, я захотел суть этой проблемы донести до власть имущих людей. И когда я увидел в интернете объявление, что проводится праймерис, я просто пришел в общественную приемную и спросил, ребята, можно? И сказали, да. То есть у вас не было никаких договоренностей с единороссами. Вы просто вот так по наивности своей пришли и думали, что про этот праймерис это честно, и вы в состоянии его победить. Знаете, я человек с улицы пришел, и меня взяли поучаствовать в этом праймерис. Конечно, его результаты можно обсуждать. Я думаю, это и нужно делать. Но, тем не менее, партия власти пригласила меня на эти праймерис. Я добросовестно выступил на всех встречах и, насколько я знаю, по итогам занял второе место. Депутат, которого выдвинули, я говорю, Артуре Миробовичу Фокине, он, по-моему, занял четвертое место. Но вы же не будете утверждать, что вот этот фонд помощи пострадавшим, я никак не могу запомнить его название, от реформы ЖКХ «Наш дом Иваново», который был создан в конце прошлого года, ведь это предвыборный проект. Это проект, который вы делали под выборы. Нет, основное отличие и мое, и моих соратников в том, что мы не будем ориентироваться на выборы вообще никогда. Мы были до выборов, будем во время и будем после, независимо от того, займем мы там какие-то места в законодательном органе власти или нет. У нас немножко другая мотивация. Я понимаю, что современному человеку, современному Ивановцу трудно это понять. Ну просто выборы не кончаются, поэтому и проект глупо бросать, наверное. Знаете, единственной целью, почему мы вообще этим занимаемся, это искреннее наше желание изменить нашу жизнь к лучшему, чтобы наши дети имели более лучшие условия для жизни в этом городе, чем мы. Ну это записано практически во всех уставах партий, такие слова. И вот совсем недавно вы возглавили Ивановскую Родину, Ивановское отделение партии Родины. Ну тоже, я думаю, не будете отрицать, что это сделано в преддверии следующих выборов уже в областную думу. И вот опять же ходят слухи, что произошло это вашего движения вопреки желанию людей, которые в Иванове в области кукловодят политическим процессом, что вы такое вот неожиданное пятно на партийном поле. Вы знаете, чтобы делать такие заявления, опять-таки, надо иметь какие-то основания. Я понимаю, что специфика вашего издания, ну все-таки слухи, факты, вот это больше относится к степени слухов. На данном этапе никаких препятствий со стороны правительства области и города я не вижу для возрождения партии Родина. Я считаю, наши идеалы сейчас единственно правильные. То есть никаких скандалов с Сергеем Репеховым, который буквально там десятилетия уже возглавляет этот проект со времен КРО, с московским руководством не было, с Ивановским руководством не было. Вы просто поменялись и заняли эту должность. Не просто. Это был процесс переговоров. Переговоров с кем? Кого с кем? Всех со всеми. Это был и Сергей Николаевич Репехов и руководство партийное в Москве. Люди разобрались в ситуации и решили мне доверить такой ответственный пост. Это для меня, я еще не решил или больше честь или большая ответственность. На самом деле это очень серьезно. Это впервые в моей жизни, как известно, я в политике человек новый. Но я буду стараться. Ясно. Вот первое чувство, которое я испытал, когда мне сказали, что вы стали руководить Родиной, это был вопрос. Как же так? С выборов сняли за то, что у вас судимость, там, то ли за грабеж, то ли за разбой. Значит, в депутаты нельзя, а руководить партией можно. Был мальчик, была судимость. Был мальчик, была судимость. Тем не менее, я руководитель партии. Вот лично мое мнение, лично мое мнение, то, что у меня 16 лет назад по ложному обвинению по тяжкой статье судили на три года условно, никоим образом не станет препятствием для того, чтобы я принес пользу и городу, и области, и, надеюсь, стране в целом. Вот к таким выводам я пришел в свои 36 лет. Отлично. Ну, говорят, опять же, говорят, что лидер Справедливо-Россов Сергей Пахомов управляет практически всеми отделениями всех политических партий в ручном режиме в регионе. Вы на себе это почувствовали? Я бы немножко вас поправил. Все-таки он лидер Едино-Россов, а не Справедливо-Россов. Да, извините, я просто уже... Сергей, я лично не знаком, никаких комментариев не могу просто дать. А кто-то другой вами руководит? Были встречи какие-то все-таки с местным руководством, с каким-то, с высоким? У меня не было встреч ни с кем, кроме тех моментов, когда мы виделись на праймере. Ну, то есть, с Родиной это еще никак не... Я думаю, у нас все в будущем. Все в будущем. Оптимистично. Хорошо, тогда такой вопрос. Проект Родина как-то вот для всех, кто следит за политикой, связан с именем Дмитрия Рогозина. Как вы думаете, с уходом этого яркого политика у проекта есть будущее в стране? Я думаю, что называть уход Дмитрия Олеговича уходом, является большой ошибкой, потому что на данном этапе он все-таки и идейный, и духовный лидер этой партии. А то, что он сейчас занимает ответственный пост вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс, дает новый импульс для развития этой партии. То есть, такой рояль в кустах получается? Я думаю, это не рояль в кустах, это уже гаубица. Гаубица. Посмотрим, хорошо. Когда я готовился к встрече, я смотрел в интернете, какая у вас есть информация, и я нашел там ролик, в котором вы предлагаете отдать под суд Михаила Горбачева за то, что у нас в городе вместо фабрики 8 марта теперь Серебряный город. Я утрирую немножко. Из этого можно сделать вывод, что в политике вы поклонник великих вождей Сталина, Ленина? Я, знаете, вот, скорее всего, прагматик, и мне как-то проще руководствоваться такими характеристиками, которые выдает вождь как продукт своего труда. Если население страны увеличилось, если ее территория выросла, этот человек был полезен для государства. И про Сталина. И про Сталина, и про Петра Первого, про Ивана Грозного. А то, что западные историки всех их заклеймили тиранами и душегубами, это проблемы как раз западных историков. Я верю, что скоро будут написаны нормальные учебники, где русские люди смогут узнать, кто они есть на самом деле и для чего они на этой земле. Ну, Путин на прямой линии вот с народом пообещал нам единый правильный учебник, лишь бы он не по всем предметам еще был. Ну, тогда последний вопрос. Вот, судя по всему, что я вижу, что я слышу, что я читал, да, на грядущих сентябрьских выборах вы пойдете оппозиции, Единая Россия. Пополните ряды оппозиции, можно сказать. Вы недавно в политике, у вас, наверное, еще свежий взгляд. Почему Ивановская и не только Ивановская, вообще оппозиция не может объединиться в борьбе с партией власти? Из-за отсутствия единой диалоги, наверное. Ну, есть такая, ее партия, так скажем, я имею в виду гражданскую платформу. На каких позициях мне, патриоту своей Родины, объединяться с партией, созданной олигархом? Сами подумайте. Я считаю, что все-таки партия Родина – это политическая альтернатива, политический авангард и политическое будущее нашей страны. Это уже агитация. Спасибо, Александр, это все. Напомню, что в гостях у нас был Александр Кузнецов, председатель Ивановского отделения партии Родина. Наверное, это сейчас будет главная ваша должность. А я, Алексей Машкевич, с вами прощаюсь. До свидания. До свидания, Александр. И напоминаю вам, что через несколько секунд Александр в рубрике «По скриптум» скажет что-нибудь, наверное, что не успел сказать в процессе нашего разговора. Спасибо. Я очень рад, что у нас имеется такая программа, как «Политическая кухня». Я думаю, что совместно мы что-то на ней приготовим. Хотелось бы еще сказать такую вещь. Я пришел в политику по зову сердца, по велению своей души. Сейчас я очень много езжу по области. Мы открываем региональное деление, по крайней мере, готовим почву для этого. Я могу сравнить ситуацию, которую сейчас я вижу, с ситуацией 400-летней давности, когда простые граждане под руководством Минина и Пожарского собрались вместе и изгнали Лжедмитрия из Кремля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова